Офигеть! Я только что узнала. Я просто... Я только что узнала на примере, что такое казахский язык. Короче, казахский язык может выразить время суток, не называя чисел. Например, там 6.15 вечера или там 3.22 утра. Вы себе представляете? Я даже не знаю, как это выразить без времени. Ну, как сказать? Утро, когда ты просыпаешься, утро, но ещё не зашло солнце, но уже зачирикали там это. И в это время... Ну, мы не можем так сказать. Мы не можем передать другому человеку, какое время суток без точного часа. Казахи могут выразить время суток 35 словами. 35 словами. У нас, наверное, два слова. Утро и вечер, да? Можно сказать раннее утро и поздний вечер, да? Что можно ещё сказать? Сейчас я прочитаю вам интересную вещь. Ну вот, в русском языке это утро, обед, вечер. Можно сказать рассвет. Можно сказать раннее утро, позднее утро, но это всё равно утро. Ранний обед, поздний обед, но это всё равно обед. Ранний вечер, поздний вечер, всё равно вечер. Есть ещё полудень, полдник, сутемень. Никогда такое слышала. В общем, это сумерки. Окей. Вроде бы всё. Всё. В казахском языке для обозначения времени суток имеется 35 слов. Тан-ъер-тень – это утро. Елен-Алан – предутренние сумерки, перед рассветом. Всё ещё неопределённо, неясно. Кулани-ек, кулан-сери – начинает цветать. Уже можно различать очертания предметов. Танцери – пора, когда на землю падает свет, но солнце еще не взошло. Тан – пора, когда показывает, встает солнце. Сеске – пора, когда солнце всплыло над горизонтом. А. Сиыр – это пора, когда солнце поднялось на длину аркана. Б. Сескетус – это примерно около 12 часов дня. Ну, в общем, короче, тут перечисляются абсолютно все разные моменты времени суток. Не вообще без всякого сознания, сколько времени. Я вот не знаю, получается, издревле, да, имея такую сложную профессию, как выживание. Вот, ну, как вы должны были выживать, пасти скот, да, как бы вам нужно обязательно было ориентироваться со временем. Обязательно. Тут еще столько интересных вещей написано. Каждый кочевник должен был иметь две профессии. Скотовода – знать, как кормить, поить, лечить, ухаживать за скотом. И кочевника – уметь ориентироваться в пространстве, предугадывать направление ветра, время атмосферных осадков. Знать особенности при произрастании растительного покрова, находить воду в безводной степи. Особенность такого образа жизни, когда человек 24 часа в сутки все 12 месяцев в году занимается скотоводством, нашли отражение в языке казахов. Ну, это очень круто. Напишите в комментариях, лично меня это тронуло, я теперь никогда бы не подумала, что мой язык такой узкий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!